здравствуйте мои дорогие вы на канале 5д мама и оксана сегодня сарай немножко колхозе у меня вечно тема поднимается тогда покупки новой коровы когда приходит конец зимы начала весны и дело в том что в этот период коровки уходят запуск и когда коровка два с половиной месяца ли там два месяца она не дается конечно получается промежуток и семья без молока не только семья но если есть заказчики у меня сейчас пока заказчиков нету не до них вот не хватает молока нам не на сыр не на творог вообще на всю молочную продукцию поэтому конечно всегда возникает вопрос покупки второй коровы и я села на наш местный украинский сайт OLX посмотреть какие же есть продажи что предлагают конечно есть очень много объявлений но в основном это объявление перекупы или называется на тебе боже что у меня потому что ту животину которые выставляют на продажу и за ту цену которые они и выставляют честно я даже на мясо страшно и стыдно сдавать она такая несчастная бедолажная вот поэтому а в этом году я немножко сглупила не посоветовавшись с ветеринаром стоит ли так делать или нет я решила что мне нужно чтобы был отел где-то на ноябрь декабрь месяц она должна была у меня гулять в мае и то есть она где-то в апреле бы у меня принесла бы теленка родила бы теленка а я ее не запустила то есть я не повела гулять а теперь январь месяц конец января и я сбилась графика ее понять как она гуляет я не могу только то ли тогда когда она ревет приблизительно числа я знаю но ее эту эвуляцию или как ее правильно называют коровью я не могу угадать и надо сейчас будет наверно тоже просмотреть информацию у знатоков у наших каналов сельхоз как они распознают что и как проще конечно когда она на потому что она идет коровом начинает прыгать она проявляет вот такой вот импульсивное такое поведение то есть понятно что кровой в охоте как понять как сейчас я вот честно не могу я говорю я сбилась с графика мне ее вот надо сейчас январь февраль обязательно подпустить но уже январь уже это будет начало февраля хотя бы до конца февраля мне ее подпустить к бычку или осеменить искусственно чтобы где-то на ноябрь декабрь она у меня все-таки принесла теленка потому что если ее переводить уже на то время когда будет паша это опять она встанет свое время это как раз зимний период когда мы будем опять сидеть без молока и на на рынке молоко стоит очень очень дорого что покупать и покупать не хочется поэтому стоит вопрос второй коровы или нетели нетель страшно брать потому что неизвестно какая она будет маленького теленка телочку брать тоже не хочу уже обожглась разок вот а этот весь период времени у меня была телка я ее продала знакомым они в итоге ее испортили и продали ее на мясо вот поэтому а это все время были бычки сейчас буду сидеть искать подыскивать что нам потому что тот год 2019 был очень тяжелый для нашей семьи в том плане что и как финансово так и морально и у нас практически все хозяйство мы свели свиньи у нас поболели у нас и у меня есть именно по поводу того чем они болели и как что мы с ними сделали вот куры точно так же пошли они у нас почему-то не сидели была у меня индюшка которая вывела у меня пять цыплят ее покусали собаки и мы ну как получается индюшка хорошая вещь надо будет наверно тоже завести курей у нас мало они не несутся и не садятся на яйца то есть мы их не размножили тот год вообще какой-то пустой был вообще по хозяйству свиньи точно так же приносила она у меня свиноматка по пять шесть свиней когда она должна была быть одиннадцать вот в итоге заболела мы ее зарезали и мы в этом году решили с мужем что будем опять покупать наверное баранов наверное один или два баранчика возьмем площадь у нас позволяет для пробы опять же свиней на следующий месяц у нас свиньи идут на покупку и цыплята маленькие цыплята может и гусят возьмем у нас есть пруди где бы они ходили короче будем мы размножать свое хозяйство потому что говорю тот год это стройка нам честно было и не до хозяйства с этой стройкой нам нужно было до декабря месяца войти в дом с сарая перейти в дом то есть достроить накрыть крышу подключить отопление хотя бы в одной двух комнат сейчас у нас в двух комнатах подключено отопление в детской комнате обогреватель стоит вот ну факт того что мы уже в доме поэтому сейчас будем тоже хозяйством заниматься и дальше думать как дальше развиваться в своем сельхоз угодье муж у меня занимается как и занимался своими машинами мне нужна работа то есть заниматься своим колхозом вот такие вот дела и иду я иду так коровы коровы ну смотрим 14500 какая-то вообще 30000 продам терную корову 18000 смотрим так продам терную корову возраст 65 лет имеется паспорт ориентировочный отел начало второй половины февраля село хатное великое так харьковское это сильно далеко от нас это сильно далеко от нас так боже бедолага стоит бедолага все питания по телефону катерина может ну она видно что она уже ну еще одна такая же самая с такими глазами помогите спасите меня 14500 так набираем рубрику корова весь Ровенская область то есть там где мы рядом живем так сегодня вот выставили ровно 318000 корова 5 рокиев ну 5 рокиев это получается третьим теленка ну вот как можно по этой фотографии понять что корова хорошая стоит она живет задницу мне ее сфот сфотографировали а дальше обращайтесь только по телефону спасибо пускай она там и стоит так коровушка вим вымя конечно обалденная корову молочную вот вот обратите внимание написано в 11 17 свертайтесь тики по телефону 262 30 тысяч стоит ну давайте еще посмотрим ее раз вот такое вимя аж прям по самые колени так это не та корова так и вот эту корову которая за 18 тысяч 262 то есть это по-любому перекупы по-любому это получается ту в 11 17 это сегодня в 12 45 это уже 18 стоит это тоже оля тоже оля разные фотографии разные разные сараи это точно перекупы и ничего хорошего там нету так радивилов это немножко далековато хорошая здоровая корова имела 4 теленка черного цвета только 8 месяцев отел на 12 февраля ну ну скажу что неплохая она за четвертым теленком выглядит она неплохо эта коровка 18 тысяч еще одна похожая на ту которая за 30 ну вернее не похожая а то же самое и телефон 262 последний по-любому это по-любому так чего-то тут не хочет она 23 тысячи то есть понятно что это перекуп тут вообще нету фотографии галщинку 17 января так у меня наверное интернет плохо ловит так 13 января ну опять же перекуп тот же самый ну вот у нее не может быть столько коров в одном хозяйстве все разные это по-любому перекупы а перекупы это значит что ничего там хорошего так тут нету вот это идет корову корова оля ну опять же она то есть получается она одна этот контакт с этим же номером телефона она продает этих всех коров что-то оно плохо загружается ну то есть понятно да ничего хорошего здесь не может быть вот еще мне очень сильно понравилось одна понравилось одна одно объявление продам корову молодая молока дает до трех литров в день узнать побольше причина продажи сама себя постоянно доит свое вымя бьется не пускает к себе доярку это чудо это чудо сюрприз в мешку это чудо сюрприз в мешке мне привезли забойщики которые говорили что эта коровка золотая я хочу ее продать на на тримание тому что на забей нема смыслу хочу продать на то есть на откормы или же потому что на забой нету смысла ее продавать но она хочет за нее две две двадцать две тысячи гривен это почти тысячу долларов ну за такой сюрприз в мешке как-то очень не хочется вот еще одна коровка ну опять же тот же телефон уже владислав заметьте уже владислав была оля уже владислав 262 то есть понятно что это перекупы бедолагу там это еще не знаю летние летние фотографии то есть что они делают мы звоним допустим нас интересует эта корова корова они же тоже он бедолага они же получается как бы подбирают похожую по такой цене он одиннадцать тысяч но приблизно десять одиннадцать лет но это это уже старая корова я вот считаю что покупать это уже старая она какая-то вот это непонятно вот то есть чтобы найти хорошую я даже не знаю где ее искать потому что это ну это вот красивая восемнадцать пятьсот это красивая ну одна фотография по ней видимо молодая а обратите внимание на нее продам корову пятым теленка мягкая к доению спокойная чернорябая вы посмотрите только на одно вымя вот посмотрите ее же видно что это первотелка вот видно что у нее может один теленок ну максимум второй но это же первотелка вы посмотрите какое имя его вообще нету вот как вот можно верить это хорошо что у меня уже опыт есть короче тут все ясно вот такие вот объявления надо опять смотреть в газете искать ту которую так как мы и раньше это делали а на этом спасибо всем пока с вами была 5д мама всем счастливо пока пока что